Улетели сильнейшие ветра, и эти ветра сносили все подряд, и людям жилось очень тяжело. Деревья выворачивались с морнем, дома улетали в ней в местном направлении, водородная мощь разбывалась практически до голого камня. Людям жилось тяжело, устали они от этого, попросили шабанов, и к Америке, и трат. Каманы забрались, долго-долго думали, в конце концов провели сильный обряд, спрятали все ветра в один большой мешок. С тех пор ветра на территории Кагасии прекратились, вырос лес, восстановилась водородная почва, люди стали собирать хорошие урожаи, количество людей увеличилось. И вот однажды, христианин один, шел по степи, смотрел место, где же его поставить, где же ему свое хозяйство начать. И нашел большой мешок. Каманы когда-то попросили этот мешок, далекое-далекое, безлюдное место. И вот нашел этот мешок, обрадовался, не долго думая, достал из-за пояса большой нож, и мешок этот распорвал. И ветра, так, вылетели из мешка. Как давай дуть, как давай стружить. И все было бы очень плохо. Но прошло тысячу лет. В тот момент, как шабаны посадили их в мешок, ветра сильно потерялись в лесу, сильно ослаблены. И не смогли вывернуть лес, не смогли разрушить дома. Не смогли только собрать водородную столь почвы и унести его за Енисей. И там за Енисеев высыпали. И вот, еще не прошло тысячу лет. И земля в Хакасе пока еще не восстановилась. Но в Енисей, в этом районе, она богатая, добренная нашей Хакасской землей. Поэтому на Енисейской стороне хорошие урожаи. На ВЭФ там Крекции. А на Хакасской стороне подбор. Несколько раз мы встречаются на Ярмах. На Енисейском разок они оденивают. Два места на...